Вастиль Василий Смыслов – одна из самых удивительных личностей, встречных мной в шахматном мире. Он был не похож на других чемпионов, хотя чемпионом он был настоящим. Олимпийское спокойствие, которое он всегда излучал, гармонично сочеталось с бойцовским характером. Но в Смыслову было четкое осознание своей миссии в шахматах. И эта мистическая, граничащая с фатализмом вера в предначертанность своей судьбы, делала его в лучшие годы практически непобедимым. В середине 50-х Смыслов был сильнейшим шахматистом мира. Свою кредо он выразил так – я сделаю 40 хороших ходов. И если вы сможете сделать то же самое, то партия закончится в ничью. Но как раз сделать то же самое было труднее всего. Смысловская техника игры опережала свое время. В те годы он совершил настоящий спортивный подвиг. Выиграл два претендентских цикла подряд и сыграл с Ботвинником три матча за мировую корону. Рекорд, державшийся 30 лет до наших матчей с Карповым. Думал ли я, что на пути к Карпову мне придется скрестить шпаги со Смысловым, который в начале 80-х неожиданно для всех предпринял новую попытку штурма шахматного Олимпа. Это было очень необычное зрелище. Одному сопернику по ходу матча исполнил 63 года, а другому сразу по окончанию 21. Спортивный путь Смыслова поражал воображение. Он стал чемпионом мира за 6 лет до моего рождения, а спустя четверть века смог пробиться в финальный матч претендентов. На исходе блистательной карьеры Василий Васильевич играл, как и прежде, в очень добротном позиционном стиле. Его сила всегда заключалась в умении накапливать микроскопические преимущества, а уж в Эншпиле он с молодостью считался непревзойденным виртуозом. В нашем матче, кроме феноменальной техники, его козырями были колоссальный опыт и небывалый душевный подъем. И я подошел к этому единоборству со всей серьезностью. Думаю, именно врожденное чувство гармонии помогло смыслову побить все мыслимые возрастные рекорды в истории шахты. В нашем матче он был старше меня на 42 года, казалось бы, дальше некуда. Однако с Иванчуковым он сражался при разнице в 48 лет, с Камским в 53, с Юдит Полгар в 55, а с Бакро в 62 года. Беспримерная шахматная карьера смыслова, словно магический кристалл, вобрала в себя целое столетие. От встреч с пожилым маэстро Дусхотимирским, современником Чегориным, до поединка с юным Бакро, от эпохи дилежанса до компьютерного века. Второй такой судьбы в шахматах и не припомните. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ах, Емель